Продолжение следует... Идею непонятную... И что-то мне здесь как-то страшновато... В предыдущей серии, в первой серии как бы нашего обзорчика... У нас вышел там призрак, и я там наложил кирпичик... Вернее, отложил... И что ты мне сейчас скажешь, что здесь тоже будет призрак? Нет, не будет? Ты не будешь меня, надеюсь, пугать? Ну что, куда пойдем? Лево-вправо, давайте налево... Как все мужики ходят налево... Так и мы пойдем налево... Застряло... Что у тебя все застревает? Застревает... О, блядь... Вот про что я говорил... Но это было не страшно... Сейчас это было не страшно, потому что он как-то странно сделан... Потому что я вышел, я увидел, что он здесь стоит... Ну, стоит и хрен с ним стоит... Закрыто... 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 Биолаборатория... Туда я пока не пойду... Не хочу... Здесь нельзя ничего открыть... Так... Кажется, что здесь у нас... Ух ты... Закрыто... Здесь все закрыто, блядь... Закрыто, закрыто, блядь... Закрыто, закрыто, блядь... Здесь я комментирую, фляно, не ты... Давай, открывай калитку... Ух ты, смотри. Деревце. Что это деревце делает? Давайте прочитаем. О, можно все открыть. Давайте деревце дадим подышать. Так, а что у нас здесь? Ничего не понятно. То есть, какое-то они деревце вырастили и все. Ну, так. Дерево как дерево. Ничего страшного здесь вроде как бы нет. Блять, но звуки просто. Просто жопа. Так, ты у нас здесь пошел, да? Ну-ка. А что ты здесь сделал, стоял? Ничего. Может здесь за призраком нужно ходить? Там они в письмах пишут, что здесь призрак. Призрак свел их с ума и так далее. Опа. Смотри, я могу куда-то вверх подняться, вниз. Давайте прочитаем. Канатный подъемник собран. Теперь можно добраться как до башни, так и до нижних уровней под базой. Полевое снаряжение и детали для портативных субмарин перемещаются в первый лагерь. Башня, база, вход в пещеру. Не-не-не-не-не-не. Туда я пока не хочу идти. Совершенно не хочу. Давайте пока здесь походим. Фонарь не нужен. Здесь все закрыто. Вот тут у нас проходики есть. Куда это? Биолаборатория ведет нас, да? Давай, пойдем посмотрим. Чего это? Читать. Упуаут. Антарктическая экспедиция. Фонд Дерби Пикмана Шнайдера. 1948-1949 год. Окей. Только почему эти книжки не открываются, я вот это вот не понимаю. Их просто нельзя открыть. Я просто могу название почитать и все. Ух ты. Смотри, а это что за хрень? Я не понимаю. Частицы они как бы летают, как бы не летают. Ага. Здесь кто-то валерьянка за меня жрал, я смотрю. О, вау. А это что такое? Блин, непонятно какие-то. Ну, здесь явно ставились эксперименты. Только я не понимаю, это вот что это такое. Грибы. Вот это вот вообще, вот это вот. Напоминает мне зародыши какого-то. Ну, ладно. Блин, может их закрыть? Вроде как холодильник. Давай закроем все нахрен. А вот это не закрывается, а вот это закрывается. А вот это почему отсюда такой пар валит? Как бы на станции так не очень-то и тепло. Так еще и холодильник здесь открыли. Молодцы, конечно, молодцы, что сказать. Я нашел заметку. Доктор Фауст не хочет рассказывать о том, как ему в голову пришла идея странного исследовательского оборудования, которую он просто давным, которую он построил давным-давно. Он сказал лишь, что он толкнулся на описание внеземного устройства в каких-то опасных запретных книгах. Но в этих книгах ничего не говорилось о том, что подобные устройства существуют на Земле где-либо, кроме как сознания людей, объевшихся богатых алкоголиных трав. Сеансы, которые мы проводили в переговорной, чтобы адаптировать свою нервную систему к чуждым намуполистым машинам, поначалу пугали. Если не соблюдать умеренность и осторожность, можно получить срывы. Но сейчас я уже привык к этим нечеловеческим ощущениям и начал чувствовать, как устройство очищает мой разум, чтобы он мог впитывать лучше, чем прежде. Я постегаю абсолютную свободу, и моя чувствительность повысилась. Но самое удивительное, во время сеанса заключается в том, что я могу воспринимать впечатления, мысли и даже воспоминания других участников, ведь это коллективный опыт. Обычно я становлюсь рассеянным после сеанса и не могу сосредоточиться на своих мыслях, пока не посплю несколько часов. Это странное чувство запугивает чувства и функции тела. Но то, что оно дает замен, как мне кажется, имеет огромную важность. Ага, важность имеет она, важность. С ума сошел, блядь, и исчез куда-то, блядь. Вот, доважился. Сюда можно зайти? Закрыто, понятно. Мне нужен какой-то ключ, наверное. Или мне нужно включить электричество. Ух ты. Дом кто есть? Нету? Locked. Locked. Locked, locked. Так, смотрите, здесь я увидел, что здесь что-то замыкает у нас, да? Так, куда провода идут? Сюда провод идет. Куда ты туда пошел? И пошел сюда. Но здесь как бы ничего нет. Ладно. Плохая была затея сюда зайти, потому что все равно мы ничего не сделали. Что у нас здесь? Застряла. Застряла. Ну что же. Больше как бы делать нечего, значит придется идти за этим чертовым призраком, где он был, мать его, блядь. Поехали куда-нибудь покатаемся, на лифте. Пока что не очень страшно. В первой серии мне было более страшно, чем сейчас. Так, ну а куда мне можно поехать? Похоже, мне потребует что-то найти, чтобы запустить этот лифт. Найти, блядь. А что найти-то мне? Интересно, девки пляшут. Прямо врат. Ряд. Блядь. Найти, найти, найти. Ну и что мне можно найти? Так, хорошо. Это мы с вами читали. Это мы с вами проходили. Химическая лаборатория. Блин, а что мне можно найти-то, блядь, здесь? Я даже вообще, даже и понятия не имею, что можно найти. А, вот, смотри. Что это? Что-то щелкнулось, а что щелкнулось? Что, мы теперь можно ездить куда-то? Ну-ка. Это не я кашлял, кстати. Твою дивизию. Эй, скотина, уйди отсюда, а? Ненавижу кошек. Откуда ты вообще взялась? Да ладно, мелкая-то. Блядь. Стукни ее, нахуй. Кошка, ты мил. Ну и что ты здесь милкаешь-то, а? Блядь, почему нельзя стукнуть тебе пинком, блядь? Больше испугало меня. Ех. Блядь, 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 блядь. Что за хрень? Что здесь творится-то вообще, а? Что-то мне как-то нехорошо, по-моему. Совсем нехорошо. Мне ж нужно отдать от этой хрени. Хрених, 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 хрених. Алло. Алло. Чего? Твою мать. Ты что, растешь, что ли, а? Если честно, у меня даже мурашки по коже пошли. Я не знаю, что у меня здесь такое случилось. Что-то, блядь, нехоро... О, смотри, она опять закрылась. То есть она здесь пускает как бы поры, что ли, свои? Охренеть, блядь. Фу. Противно. Но все равно у нас как бы ничего это не открывает. Ну, надышался я какого-то говна. А, вот, смотри, дверь открылась. Прикольненько. Что за чёрт? Нормадос. Вообще нормально. Какие-то корни распустило. Что это такое? Я умер, что ли? Что с моим сердцем? Если честно, я сейчас не понял, что произошло. Вау. Блин, надеюсь, ты не встанешь, да? Ты же не встанешь. Кто здесь? Кто это? Это не возможно, чтобы демонстрироваться. Так много декомпозиции. Ключик. Ключик, ключик, ключик. Хорошо. Я нашёл ключ. О, и ты нашёл записку. Мы наконец-то закончили выемку невиданного монолита рядом с круглым зданием, на которое мы добрались с помощью канатного подъёмника. И этот величественный образец искусства резьбы по камню наполовину заваленной обломкой был, скорее всего, создан на самых ранних этапах истории. Я не могу описать свои чувства, которые обуяли меня, когда я впервые увидел этот гигантский камень в древней и тихой пещере. Одному лишь Богу известно, сколько же времени прошло со времён вырезания этого изображения. По одной только мысли о его возрасте у меня мурашки бегут по спине. Что за цивилизация могла создать столь грандиозное творение? Она канула в небытие, так и не раскрыв тайн своих создателей. Кроме того, мы обнаружили множество повреждённых символов, напоминающих наскальные изображения в Сахаре на юге-востоке Алжира. У нас нет пока сколь-нибудь серьёзных доказательств, чтобы что-то предполагать. Но Корнелл Блейк склоняется к теории дрейфа материков. В любом случае у нас нет никаких данных о возрасте этого камня. Однако уже очевидно, что историю придётся переписывать заново. Да, нормально, историю придётся переписывать заново. Нам давно уже. Кто это? Да, да, да. Я уже это слышал. Историю давно нужно. О, да. Это особи до человеческого вида, которую мы нашли в пещере юга базы. Это особи? По-моему, это какой-то кактус. Ну ладно, ему лучше знать. Он же их нашёл-то. О, да. Это особи до человеческого вида, которую мы нашли в пещере юга базы. Угнительно, постоянно. Блин, а вот это вот, 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 вот это тут у меня как-то не по себе становится. Чё тут такое? Что вот это вот? Я не понимаю, что это за часы, бля. Как присесть-то? Давайте рожево посмотрим. Фу. Не хочу больше на эту рожево смотреть. Ну что, тогда, по идее, нам нужно выходить отсюда, да? Мы взяли с вами ключик. И что здесь? Какой ключик? Куда мне это поведет? Ключик. Может, мы ключиком что-то откроем? А, ну вот, смотри. Я так и думал, что можем открыть этим ключом что-то. Ой, 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 совсем всё плохо. Может, дверь закрыть? Получше будет. Что за чёрт, а? Блин, у меня аж в глазах мутнеет. Что мне здесь сделать-то? Как отключить это говно, а? Я не понимаю, это в этой хренотени? То есть, я в этой комнате себя так хреново ощущаю? Или вообще я везде так хреново ощущаю? Может, закрыть нахрен это растение, а? Мы не можем закрыть это растение? Нет, я чувствую, что мы вообще ничего не можем сделать. Блин, это плохо. Блин, смотри, мы выйти не можем никуда, а? И бежать я не могу. Я вообще ничего не могу сделать. Я только могу вот эту вот хренатистику. Слушай, блин, куда мне податься-то? Ой, как болит голова. Голова просто раскалывается от этих звуков. Можно их выключить? Пожалуйста, пожалуйста. Я уже не могу, не могу я слушать. Не могу я видеть это. Можно я здесь сдохну. Не, на самом деле, что мне делать-то? Выключить я ничего это не могу. Включить я тоже ничего не могу, даже фонарь. Блин, может, это вот этот громкоговоритель какой-то, блин, нет? Совершенно непонятно, что делать, потому что я ничего не могу сделать. Я не могу ни открыть, ни закрыть, вообще ничего. О, слава богу. Хм, где это я? Мне кажется, настало время отбросить соображения безопасности. Настоящее открытие всегда связано с риском. Ну, это я как бы слышал, что не стоит вернуться в свою комнату. Я... Я нужно немного подумать. А ты кто есть-то? Эй. Все. Какой-то доктор зло, блядь. Такой впечатлишь, как бы дьявол здесь сидит и нами командует, блядь. Опа. Ну-ка, закрой, подожди, подожди. Я еще отсюда не хочу выходить. Ни хрена он здесь, оккультист херва, блядь. Эй, ты кто? Мужик. Хрень какая-то. Вот, видите, кто-то здесь сидит. Ладно, в свою комнату, так в свою комнату. Пошли смотреть. Блин, а что, фонаря, фонаря нет, что ли, у меня? Куда мне перебросил-то? Фу, блядь, мыши. Так, здесь ничего не открывается. Какой-то странный дом. Напоминает мне почему-то игрушку Лэдс оф Фир. Кто не смотрел, посмотрите. Игрушка очень ужасная, на канале она есть. Там кирпичей можно отложить, так отложить. Это не то, что это. Здесь пока что мне как-то не очень страшно. В первой серии только мне было страшно, когда увидел это чумного призрака. Потому что он вылез неожиданно. А потом уже как-то, второй раз, когда я его увидел, уже как-то и не очень-то. Мы с вами и обделались. Вернее, я, наверное. Но, как бы, смотрите, тоже могли обделаться. Это не так. Да, понятно, здесь все закрыто. А не, вот, смотрю, открыто. А вот эта вот будет? Ну, вот эта дверь закрыта, поедите, должна быть. Понятно. Ой. Как можно по такому... Это что такое? Блядь, меня... Меня окутывает тьма. Я не хочу. Можно я уйду? Открой дверь. Открой дверь, пожалуйста. Открой дверь. Нет, 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 нет. И сейчас, я думаю, нас перенесет обратно на станцию, да? Или нет? Ну, конечно. Ну, хорошо, у меня голова хотя бы прошла. Давайте осматриваться. Мы с вами снова на станцию. Чего? Первое испытание Канариума и короткий визит в прошлое. У меня просто нет слов. Обычных заметок недостаточно, чтобы выразить мои чувства. Это было пристрижение или видение? Я не знаю, как это расценивать. Я не знаю, очнулся в знакомом помещении, которое было долгие годы похоронено на кладбище моей памяти. Исписанное эпитафиями вещам из далекого прошлого. Вау, это кто? Это человекоподобные скульптуры. С самого начала напоминали статуи терракотовой армии. Известные образцы погребального искусства, захороненные вместе с первым императором Китая, чтобы защищать ее и после смерти. Однако теперь, изучив письменные письмена, на некоторых барельефах мы считаем, что эти деревянные куклы или голомы выполняли какие-то задачи для своих господ. Прямо как египетские похоронные фигурки. Утшептия, которые служили своим владельцам загробной жизни. Мы видели големов разных размеров, и нам страшно было смотреть на огромные фигуры, молчаливо сидящие на каменных стульях, словно ожидая приказа. О, блядь, как я перевернул-то. О, да переверни-то. Множество врат ведут в темные и влажные коридоры, вырезаны давным-давно. Некоторые из них выстланы странными плющеподобными растениями, которые раскачиваются в разные стороны, хотя и нет никакой внешней силы, приводящей их в движение. Кажется, они проникают сюда, с нижних ярусов, порастают через трещины в стенах. Чтобы пресечь возможные суеверные сплетни в команде доктора Барло, наш эксперт в области ботаники лично приступил к их изучению. Первые исследовательские вылазки на субмарине позволили узнать, что же скрывается в подводных пещерах. Самым удивительным оказались странные постройки в отверстиях, вроде окона дверей. Интересно, эти пещеры были вырезаны под водой или их застопила почра, и они стали ненужным тем, кто их создал? Все? Короче, я так понимаю, они что-то нашли под водой, что ли, да? Блин, ну почему Антарктика? Антарктика. История исследований необитаемого континента. Издательство университета Брауна, 1892 год. Ну, это, ну, блин, ну, это старье, старье. По идее, сейчас 48-й год идет. Или какой там? Как произносятся зайцы? Что это такое? Охренеть какая-то. Какие-то зайцы. Не понял, что это за зайцы. О. Что это? А, вот, смотри, это ручка. Нормально. Я нашел рычаг. Теперь мы можем на лифт с вами ездить. Отлично. А это что? Читать. Уруины древнего города. Циклопи... Циклопический город. Хребты безумия. Хрена себе. Интересно. Интересно. Ну, это карта Антарктики. Понятно. А это что? Ну, тоже похоже на карту Антарктики. Блин, я аж испугался, что там кто-то стоит. Нет, никто не стоит. Это хорошо. Ну, ладно. Что же. Вроде как мы здесь все смотрели. Никакая здесь кошка больше не вылетит. Чтобы ей дурно стало оттварить такой. Открывай калиточку. Свет нам пока не нужен. Так. Так. Линк или вейтер? Бренд. Я не знаю. Слышишь ты меня или нет? Ну, ты должен. Я пытаюсь продолжить поиски. Это единственный способ. Поговоришь ли с ним, а? Эй! 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 Вы меня слышите? Проклятием. Кто это был? Ну, ты бы еще, блядь, подольше, блядь. Я тут держал бы свою рацию и тадаму слышал все. Последний диалог был добавлен в ваш журнал. Ну, что ж, друзья. На этом мы закончим очередную серию. И вниз мы уже поедем в следующей серии. Что ж, не забываем подписываться на канал, комментировать видео, что-нибудь обсуждать, что-нибудь ставить. И до скорых встреч. С вами был Новозар. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok